Леди и джентльмены, всех приветствую! Сразу хочу сказать, что это видео уже снято на новую камеру. То есть, вернее, те видосы у меня сняты практически все на телефон. Этот ролик уже снят на камеру. Итак, я что подумал? У нас в последнее время у меня на канале все обзоры, да, обзоры. То на маску, то на сварочный аппарат, то на проволоку, то на электроды и так дальше. Поэтому в этом видео я решил поговорить на такую тему, как частота переменного тока. Если вы сталкивались с харконодуговым оборудованием, если у вас есть такой аппарат харконодуговой, который способный работать на переменном токе, то у него должна быть такая настройка, как частота. Ролик будет коротенький, но я думаю, он будет понятный. Итак, самый главный вопрос. На что же влияет частота переменного тока? Кто мне ответит? А я вам скажу на что. Конечно же, частота переменного тока, кто бы мог подумать, но она влияет, она влияет, конечно же, на свойства дуги. При частоте 200 Гц мы имеем дугу узкую, узконаправленную и сконцентрированную. При частоте 50 Гц дуга у нас будет менее сконцентрирована. Она у нас будет менее, скажем так, она будет более рыхлая, если можно так выразиться. Если здесь у нас будет точечно дуга работать, то здесь она будет больше гулять, то есть такая колокообразная. Но при низкой частоте мы получаем выше тепловлажение, чем при высокой частоте. То есть при низкой частоте, 50 Гц мы взяли, на единицу времени, что важно, на единицу времени мы будем получать тепловлажение, ваши свариваемые элементы намного выше, чем при низкой частоте. Я не знаю, какой диапазон регулировки частоты переменного тока в вашем сварочном аппарате, но в моем Гроверсе 4 в 1 это от 25 до 200 Гц. Я слышал, что есть аппараты, у которых регулировка доходит аж до 500 Гц. Не знаю, что можно на такой герцовке сваривать, конечно. Если кто в курсе, подсказывайте. Мы делаем вывод, что частота переменного тока, это влияет в первую очередь на концентрацию дуги, на стабильное горение дуги, на тепловлажение, и соответственно уже следует отсюда на проварку, на проплавление. Увеличивается тепловлажение, отсюда и увеличивается проплавление, если не меняются другие параметры. Где мы можем применить высокую частоту? В первую очередь это какие-то тонкостенные детали, какая-то мелочевка, где нужна сконцентрированная узкая дуга и низкое тепловлажение. Соответственно, низкую частоту мы используем там, где нам нужно хорошенько, побыстрее проплавить детали. Но, но, что важно. Вот эту вот настройку, частота переменного тока, не стоит рассматривать отдельно, как отдельную настройку. Потому что она все-таки будет работать, лучше будет работать в совокупности, с балансом, в совокупности с настройкой силы тока. А если сюда еще приплести форму волн, то это все зависит друг от друга очень-очень плотно работать вместе. Например, в этом Grover's 4 в 1 нет возможности выбора формы волны. В новом Grover's 4 в 1, в обновленной модели, там есть эта возможность. Но, имея частоту, имея возможность настройки баланса, в принципе, очень даже неплохо можно работать. Как с камерой. Вот сейчас купил новую камеру, и чтобы более-менее картинка была красивая, мне нужно три настройки сбалансировать между собой. То есть это ISO, выдержка и диафрагма. То же самое и здесь. Чтобы частота работала, нужно еще правильно выстроить баланс, и правильно настроить силу тока. И только в куче вот эти три настройки, они дадут положительный, хороший результат. Такое вот коротенькое видео получилось. Для меня это эксперимент в плане качества видеосъемки. Отпишитесь, пожалуйста, лучше ли картинка стала, лучше ли видео в плане качества, по сравнению с предыдущими моими роликами, где там, в принципе, снято практически все на телефон. Я уже говорил. И смотрите, если будет спрос, можем снять подробный ролик, подробно разобрав вот эту вот настроечку, частоту переменного тока. Также можем снять ролики на другие настройки. Опять же, если будет спрос. Не забываем телеграм-канал, там привязан чат, общаемся, помогаем друг другу. По настройкам оборудования, по советы, что прикупить, какая маска, какой аппарат и так дальше. А я на сегодня прощаюсь с вами. Спасибо большое за внимание. Увидимся в новых роликах.